Брест и Гродно – два города, две области, которые умеют соперничать, в хорошем смысле слова, умеют и эффективно решать вопросы, важные для обоих регионов. Сотрудничество между Брестской областной клинической больницей и Гродненской университетской клиникой развивается уже не один год. Правда, пандемия внесла корректировки, но общение не прерывалось. Благо, современные средства коммуникации это позволяют. Научно-практическая конференция, третий уровень оказания медицинской помощи, взгляд изнутри – это пример того, как можно сотрудничать на благо людей. Мы поняли, что за эти годы мы многое сделали, городничане многое сделали, как в практическом плане, так и в научном плане, поэтому мы решили в первую очередь рассказать о том, что мы можем и что они могут. Мы даже назвали конференцию «Третий уровень оказания медицинской помощи – взгляд изнутри». Мы хотим друг другу показать, что мы умеем, ну скажем так, поделиться новыми методиками, новыми какими-то достижениями и не просто рассказать, но и показать, и, естественно, взять это на вооружение и внедрить себя в больницы. Все, что мы делаем, это не просто ради баловства, а ради того, чтобы что-то новое, новые технологии внедрить в больницах и тем самым улучшить качество оказания медицинской помощи, доступность медицинской помощи брещанам с близ и дальнележащих районов. Эти встречи показывают, как идет развитие в соседних регионах, мы друг у друга учимся, передаем друг другу опыт. Очень много в Брестской областной больнице почерпнули за все эти годы, когда мы встречались. Я когда-то работал в этой больнице замглавврача, поэтому я приезжал с самого начала. Я вижу, как развивается Брестская областная больница, как она далеко шагнула и внешне, и по технологиям, и по операциям, которым они оперируют, выполняют. Поэтому тут есть, конечно, друг друга чему научиться. Врачи. Их предназначение по их же признанию лечить людей именно для того, чтобы качество оказания медицинской помощи улучшалось, они занимаются научной деятельностью, изучая опыт лучших докторов и клиник. Они разрабатывают свои методики, внедряют в практическую работу свои изобретения и делятся ими с другими. Так, сотрудничество Гродницев и Брещан приносит обоюдную пользу. Я скажу так, что за последние полтора года, что мы, например, такими краткими командировками, телефонными разговорами, мы переняли у них, например, систему, которую уже внедрили в себя в больнице, бюро госпитализации, которая помогает электронное планирование госпитализации пациентов и сокращает сроки прихода пациентов в стационар. Мы еще хотим тоже перенять у наших коллег это бюро, которое даст нам возможность планировать диагностические исследования. То есть наши брещане смогут приходить к нам на какие-то диагностические исследования, используя электронный ящик. Записались там в электронном ящике и время пришло, они пришли и сделали исследование. Вот такие наработки, которые мы за последние годы смогли взять, одолжить у наших коллег. Но и врачи Гродненской университетской клиники многое позаимствовали у брестских врачевателей-новаторов. Вопрос вообще компьютеризации больницы, вопрос локальной вычисленной сети, это было ноу-хау наше, которое взяли у нас наши коллеги и развили. Потом некоторые методики оперативных вмешательств, которые мы разрабатываем на своей базе, мы даже ездили и помогали внедрять на базе, практически на базе Гродненской университетской клиники. То есть это взаимовыгодное такое сотрудничество. Очень хорошее и серьезное развитие в Брестской областной больнице таракальной хирургии. Можно всегда этому поучиться. Хорошее развитие и сосудистой хирургии, травматологии. Есть вещи, которые мы только еще начинаем, у нас пока травматологии нет, она у нас находится в больнице скорой помощи, но после реконструкции это отделение перейдет к нам, поэтому тоже тут будем друг другу какой-то уже опыт передавать и учиться. Брестская областная клиническая больница – это достойный показатель того, каким должно быть современное учреждение здравоохранения с должной материально-технической базой, квалифицированным персоналом и, что не менее важно, с возможностью заниматься научной и учебной деятельностью, что дает право для участия в государственных научных программах и научно-исследовательских проектах. А участники конференции «Третий уровень оказания. Медицинская помощь и взгляд изнутри» от теории перейдут к практике, ведь учиться никогда не поздно.